О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте, у меня информация прогностического центра Метео. Дальний Восток. Если сегодня основная непогода от южного циклона в Приморье, то завтра она переедет на Сахалину-Курилы, а для Приморья снижение интенсивности осадков и похолодания. Но в Владивостоке завтра все-таки плюс 7, а в Благовещенске в Хабаровске 0, плюс 3 и наиболее заметные осадки в Хабаровском крае. А в Луно-Де днем плюс 1 солнце. При этом ночной мороз 10 градусный, но это даже немного теплее положенного. А север Сибири в аномальном тепле, по местным меркам, конечно. Правда, с теплом идут и сильные снегопады. На юге повысится температура от Новосибирска до Красноярска, а в Омской области тепло завтра исчезнет. И в Тюмени завтра не выше, плюс 1, потом еще холоднее. Урал в такой же ситуации. Снижение температуры, временами заряда снега, плотный ветер. Европейская территория России, новый герой в нашей атмосфере. Очередной циклон со стороны Скандинавии. Он для усиления предземних настроений. И скорость у него впечатляющая за сутки от северо-запада до Поволжья. Соответственно, также быстро будет смещаться зона сильных осадков и порывистого ветра. Завтра основной удар по Черноземью-Поволжью. В центре днем осадки пойдут на убыль. Но порция холода всем. И температурный режим на огромной территории очень схожий. Вот Мурманск, чуть выше нуля. И практически такая же, если не холоднее, Самара. На юге останется сильный ветер, особенно опасный на побережьях. Сильные дожди ближе к вечеру. В районе Туапсе, Сочи, ночь на понедельник. Это реальная угроза подтопления и оползней. И о столицах. В Петербурге завтра днем уже скорее без осадков и максимальная температура воздуха плюс 1,3. А в Москве в понедельник сильный ветер, настойчивый снег, гололедица и днем около нуля. В настоящий ноябрь за сутки может образоваться слой снега толщиной 5-10 сантиметров. И пролежит он, по крайней мере, до среды. Но он для преумножения предземних настроений. Скорость у него впечатляющая. За сутки от северо-запада до Поволжья. Соответственно, также быстро будет смещаться и зона сильных осадков и порывистого ветра. Ночью, утром центр, днем, когда в центре осадки пойдут на убыль, будет очередь Черноземья и Поволжья. Ну а порция холода всем. Правда, снежный пейзаж удержится недолго. Через пару дней его смоют дожди, потому что температура снова должна повыситься. Практически придет в норму, а потом будет и выше. Но пока она ярче всего, отдалится от положенной на юге. Арктический воздух и принимает его местная атмосфера ожесточенно. Здесь штормовой ветер, особенно опасный на побережьях. Сильные дожди ближе к вечеру. Есть реальные угрозы подтопления и оползней. В Петербурге завтра днем уже скорее без осадков и максимум 0 плюс 2. А в Москве в понедельник сильный ветер, настойчивый снег, гололедица и днем около нуля. Настоящий ноябрь. Здравствуйте, с вами Анастасия Лоренова. На Дальнем Востоке самая ненастная погода на Чукотке. Там сильнейшие метели, а самое холодное в Якутии, где уже 20 градусные морозы. Ну а на юге материка тепло и солнечно во Владивостоке плюс 10. В Сибири не обойдется без небольшого снега. От Красноярска до Новосибирска едва выше нуля. И Урал накрывает облачные поля циклона. В Оренбурге плюс 7 и дождь. А на европейской территории зима все ближе. В центре ветер сменится на северный. В Калуге похолодает до плюс 5 с небольшим дождем. А в Поволжье мокрый снег и ледяной ветер. Небольшие дожди зацепят и при Азовье. А в Крыму по-прежнему без осадков. В Севастополе плюс 16, в Сочи плюс 18. В Петербурге плюс 3. Без осадков. В Москве дождь, мокрый снег, порывистый ветер и тоже похолодает до плюс 3. Здравствуйте. С информацией Гидрометцентра России и прогностического центра Метео вас познакомлю я, Наталья Зотова. Главным действующим лицом на европейской территории России завтра будет циклон, который синоптики называют ныряющим. Именно такие циклоны, ныряя из северных широт на юг, способны на очень сильные осадки и быстро наполняют регион холодным воздухом. Всего за сутки этот возмутитель спокойствия промчится от северо-западных областей до Поволжья. Там и в Черноземье осадки будут наиболее сильными. Ну и в центре праздничный день будет с мокрым снегом и резким ветром. И нулевая температура, которая ожидается днем, будет казаться обжигающим морозом. На юге вторжение холодного воздуха тоже обернется усилением осадков. Но главное здесь ветер, который в прибрежных районах будет достигать опасных значений. И теперь уже везде, в том числе и в Сочи, лишь около 10 градусов. Северные районы окажутся под влиянием предыдущего циклона. Здесь временами заряды снега, но температура даже повысится в Мурманске и в Архангельске до плюс двух. На северо-западе осадки прекратятся, но ветер сильный и холодный. И в Санкт-Петербурге ноль плюс два, местами снег. В Москве снег сильный, гололедица, резкий ветер и днем около нуля. Ну и такая погода не должна нарушить праздничное настроение. Будьте здоровы!